отчет отчет депутата в кирове 17 часов и 5 минут здравствуйте добрый вечер у микрофона владимир сметанин и рядом со мной находится депутат государственной думы от кировской области мария бутина мария здравствуйте сегодня как ни в один другой день года наверное так часто не звучит фраза лозунг девиз никто кроме нас сегодня отмечается день воздушно-десантных войск я видел на своих страницах в соцсетях уже поздравляли десантников с их профессиональным праздником еще раз поздравляю с профессиональным праздником да как у вас отношения с небом с полетами состоят может быть есть опыт когда-то прыжок с парашютом совершали конечно было дело конечно можете поподробнее рассказать ну из чистого любопытства или решили проверить себя ну были там разные задачи поэтому да получалось так на но в любом случае да еще раз поздравляем на текста служил тех кто служит в воздушно-десантных войсках мы сегодня будем говорить примерно 40 минут с марией вопросы в том числе задать наши гости есть и у вас наши слушатели ссылка есть в нашем телеграм-канале телеграм-канале нашей радиостанции кировград там же есть ссылка на интернет-трансляцию нашего эфира ваш очередной приезд в киров в кировскую область хотелось бы вот такой небольшой дайджест провести по тем вопросам по тем по тем темам которые вы обсуждаете здесь с кировчанами эти дни ну опять же повторюсь вы активно делитесь со всей этой информацией в своих социальных сетях много встреч много вопросов самых актуальных самых жизненных как обычно да работа не заканчивается когда я и возвращаюсь в москву потому что по оригинальным вопросам я работаю всегда но по закону положено что одну неделю в месяц депутаты работают в регионе то есть так называемая региональная неделя я здесь на региональной неделе после чего государственная дума по закону должна уйти в отпуск до начала сентября я по традиции сложившейся моей жизни в отпуск уходить не собираюсь и ответственно заявляю что своей жизни в отпуске не было ни разу в принципе мне понравилось продолжение этой традиции думаю даст бог здоровья до конца своих дней я все-таки смогу не уходить в отпуск потому что для меня лучший отпуск и лучший отдых это смена вида деятельности а бывать в кировской области очень люблю вот как и этот приезд действительно у меня оказался насыщенным вот к вам я буквально попала совершенно с другой встречи я была на встрече с бизнес-клуба names с кириллом безденежных и меня зарядили сразу говорю зарядили ваши предприниматели энергией вопросами потому что обсуждалась инвестиционная привлекательность региона важность ее развития с точки зрения привлечения и финансовых средств от федерального центра и даже говорили про африку в том числе я курирую африку в государственной думе в группе дружбы то есть выход наших предпринимателей да 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 нам сюда делегация собирается да но я думаю что мы там проверим что за делегация для начала да то есть чтобы она действительно была делегация а не просто там какие-то люди которые что-то там пытаются решить непонятными перспективами до дальнейшем сотрудничество нам есть что показать инвестиционная привлекательность у региона есть и я свою так скажем ставку делаю на мсп малый средний бизнес потому что я видела уникальные проекты один из них буквально вот свеженький можно посмотреть моем телеграм-канале мария бутина дело даже видеоролик про уникальную фирму называется грибы да ягоды вы не представляете больше в россии такого не делает никто варенье из черных лисичек вы не пробовали точно я пробовала черных лисичек я пробовалась есть тоже шанс вот поэтому я как-то больше по традиционным лисичкам это кстати великолепно цукаты из грибов я даже не знал что так можно делать оказывается можно и даже из мухоморов но только мыло поэтому имейте ввиду это совершенно другой любопытно поэтому есть у региона лицо и вот эти региональные бренды я в свое время прошлом году привозила сюда руководителя роспатента юрия зубова с тех пор было зарегистрировано немало патентов и регион есть чем гордиться я думаю что это будет хорошим дополнением и в предполагаемое сейчас подготовку празднования 650-летия города кирова сейчас рынки избыта есть у этих предпринимателей более чем давайте вспомним там торговую сессию x5 retail group тоже некоторые из наших производителей попали все таки в сетку x5 ну и важный момент у сырного сомелье теперь благодаря в том числе и нашим усилиям скромным по презентации вятского пармезана теперь он есть в линейке сырного сомелье то есть его можно заказать в москве нажав просто кнопочку тебе привезут вятский сыр где бы ты ни был я считаю это очень ценным но я вам честно скажу отсюда я всегда увожу вятский пармезан всем своим лучшим друзьям потому что он реально вкусный отзывы хорошие но иначе бы не увозила я покупаю за свои деньги поэтому я везу его в подарок через себя собственно но это ценнейшая вещь и вот сейчас я везу эти черные лисички пробовать поэтому но это из таких проектов которые именно если такой какой-то гастротуризм на самом деле в регионе масса брендов такие как фабрика весна это наши отечественные игрушки такие как вне сомнений там бренды одежды тот же клевер который вообще работает по всей россии много вот о чем говорили на встречу от этого бизнес-центра в который я попала раз уж вы спрашиваете меня про повестку из фонда защитники отечества я посетила кировский филиал осталась очень довольна конечно я вижу что региональные власти в частности сам валентин чесоколов он абсолютно четко исполнил поручение президента о том что фонд создан фонд работает в центре города доступная среда даже для людей с ограниченными возможностями комсомольской 10 совершенно верно а прием всех специалистов социальные кураторы все проверила посмотрела комната для адаптирования если человека инвалидность биржи по трудоустройству от и до я видела аналогичный фонд самаре и должна сказать что мы ничем не уступаем и выигрываем географическим положением поэтому да поручение выполнено но я пройдет продолжу поддерживать фонд защитники отечества потому что было ряды законодательных инициатив которые мне предложили в частности по созданию там единой базы для того чтобы проще можно было находить информацию о военнослужащих все это внесу федеральный парламент все мои законодательные инициативы они от вас они формируются на местах но вот в частности вы наверняка много знаете что я работаю с федеральной службы исполнения наказаний вчера я была смотрела исправительных учреждения до была в колонии номер 6 и оттуда тоже и от осужденных получаем обратную связь инициативу от сотрудников там тоже есть моменты с которыми работать в ближайшую осеннюю сессию от меня вы можете ожидать законопроекты и по совершенствованию системы работы федеральной службы исполнения наказания вообще считают это инициатива костина дольче чученко который они с президентом осуждали на их крайней встрече по исправцентром это когда у человека есть возможность работать получая достойную заработную плату и либо человек живет рядом с предприятием на общежитии в общежитии либо на территории справительного учреждения но тоже имеет возможность и пользоваться мобильным телефоном и общаться с семьей там определенный человек не выпадает из социума не выпадает он может получить дополнительную специальность поработать на предприятии многие потом что остаются на этих предприятиях что тоже является очень важным для самых работодателей это выгодно поэтому повестка в раз была безусловно насыщенная из таких вот важных вопросов предметов для гордости по кировской области для меня конечно фок в городе советский потому что там была была проблема ко мне обращались в мою приемную с тем что по выделенной губернатором субсидии 5 миллионов рублей в фоке хотели положить спортивный пол спортивный паркет но там было некое несогласие противостоянию с местной думы к счастью противоречия удалось уладить и вот буквально днях я смотрела как положили пол все приняли все отлично в чем загрузка то было они разошлись в понимании какой какое должно быть использовано покрытие чтобы было удобно непосредственно занимаюсь чтобы безопасно безусловно то есть из этого исходя были проведены все конкурсные процедуры были губернатором выделены денежные средства выиграла компания компания давно на рынке прозрачная сделала все все приняли проверили проблема решена я очень рада что нам удалось найти общий язык поэтому ну вот этот момент важный ну и конечно здесь не могу не отметить и тему с моим любимым поселком васькина кирово-чапецкого района кировской области где сейчас вот жители надеюсь добьются своего благодаря губернаторской программе дорожный миллиард они смогли получить денежные средства но там есть еще моменты где необходим ремонт двух с половиной километров знаете какая-то дополнительный плюсом да ну понимаете некая несправедливость получается просто смотрите есть маленькие населенные пункты где даже из 100 процентов жителей проголосует получается что большие населенные пункты проголосуют больше ну потому что там больше людей но это нечестно и об этом говорил александр валентинович я думаю что они доработают программу дорожный миллиард на что она архипопулярна архипопулярная я это пока еще первый год ведь у нас да я надеюсь сохранять потому что люди участвуют, хотят и так далее. И я думаю, что рано или поздно все-таки будет учтена и процентовка, что те, где прям активно голосовали, смогут получить равные условия с просто большими населенными пунктами. Иначе малышам никогда не выиграть. Поэтому вот с этой проблемой сейчас... Да, эту дорожную тематику недавно поднимал Александр Валентинович. Он так четко сказал, что все, мы больше не будем делить дороги на свои и чужие. То есть муниципалов тоже будем поддерживать. Наконец-то. Местные, да, сельские дороги, они на протяжении долгого времени их обходили вниманием. Кстати, мне любопытной показалась инициатива, я не знаю, в курсе вы, не в курсе, по-моему, в Госдуме, да, не помню, какая фракция предлагала, а давайте подумаем над тем, чтобы транспортный налог шел не в региональный бюджет, а в местный. А надо посмотреть на структуру этого законопроекта. Идея звучит хорошо. Но надо посмотреть, что предлагали. Я понимаю. Да, то есть вот в зависимости от того, где находится, где живет, где зарегистрирован автомобилист, пусть туда и поступает этот налог. И он потом идет на дороге. Я всегда за то, чтобы максимальное количество денег оставалось в регионах. Надо посмотреть, что мои коллеги предлагали. Вы знаете, законопроектов всегда предлагается сотни тысяч. И с учетом того, что у меня все-таки основной профиль связан с международной деятельностью. Я активно работаю с Татьяной Буцкой. Это комитет семей материнства-детства. С ними у нас там ряд есть инициатив по детским игрушкам, в частности. Но я думаю, успеем еще поговорить чуть позже об этом. Да, я просто более вовлечена именно в эту повестку. Но сейчас вы обратили мое внимание. Я обязательно посмотрю. Может быть, к нашей следующей встрече уже будут какие-то результаты. Ну и кроме того, в эти дни вы лично встречались в партийной приемной, в том числе с жителями Кировской области. Там вот самые нужные, самые острые, да? Такие семейные, социальные вопросы тоже вы услышали. Да, как и положено. И по закону, и по совести провожу в качестве примера работу в качестве депутатов в приемной каждую депутатскую неделю, в региональную неделю. То есть в моем случае прием граждан обязательно, как правило, за два часа я успеваю принять, допустим, пять человек. В этот раз у меня были приятные приемы. Один из них был связан с тем, что молодой человек просил поддержать. Я считаю, что это молодое дарование настолько, что, возможно, в будущем это наш шаман. Шаман как исполнитель. Да, я понимаю, да. Я читал этот пост ваш, да. Мы о музыке сейчас говорим. Великолепная песня в поддержку нашим воинам, защитникам Отечества. Паренек написал песню, попросил поддержки. Здесь наш, мой помощник, Роман Варданян, и очень добрый друг оказал поддержку в записи профессионально в студии вот этой песни. Мы вместе послушали первую версию в приемной. И, должно сказать, как тронута до глубины души, это очень красиво. Ну, еще было несколько обращений по акции «Единая Россия», «Соберя детей в школу». Там парнишка совершенно чудесный. Да, 1 сентября на носу нужно, и об этом тоже беспокоится. Да, ну, бывает малоимущих, не у всех есть возможность собраться, поэтому вот, ну, помогли там пареньку. Самое интересное, что, когда я выбирала ему рюкзак, ну, там рюкзак совсем содержимый, он, как положено, он большой фанат космоса. Он такой, о программировании думает, о космических каких-то вещах. Я сама в свое время мечтала о космосе, до сих пор мечтаю, поэтому у него все на космическую тематику. Я думаю, многие из тех, кто родился в Советском Союзе, еще мечтали оказаться о космосе. Ну, парнишка уже явно родился после. Нет, 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 я о нас с вами говорю, в частности. Вот, поэтому вот эти были приятные моменты, но есть сложности. В частности, приходили жители поселка Бобино, там есть сложность с тем, что количество детей растет, что хорошо, количество мест в школе ограничено, что нехорошо, и поэтому они вот добиваются строительства пристроя. Я постоянно поддерживаю такие программы, надеюсь, что им получится получить выделение денежных средств на пристрой, потому что, ну, правда, детки не должны заниматься в две смены, все-таки правильно, если все будет для удобства и комфорта детей. Ну, вот, наверное, из таких основных, ну, могла бы еще рассказывать, что обращений много поступает, но большую часть из них, к счастью, удается решить даже вот дистанционно. Ну, раз уж мы школьную тему тут затронули, вы, я думаю, безусловно, в курсе, да, ситуации вокруг строительства трех новых школ в областном центре, да. Сегодня как раз была встреча застройщика, представителя областного правительства, городской администрации, обсуждался этот вопрос. Областные власти четко дали понять застройщику, что еще раз идти на уступки мы не имеем права. Однажды мы вам позволили перенести строки строительства, там пошли на уступки в вопросах финансов, все, нацпроект больше нам не позволяет этого делать. Вопрос ребром, что называется. Вы поддерживаете позицию областных властей? Смотрите, здесь история следующая. Ну, во-первых, областные власти сегодня являются тем органом, который принимает федеральные денежные средства. Напомню, за бюджет голосуют именно депутаты Государственной Думы. И в рамках народной программы партии «Единая Россия» я выступала и буду выступать за продолжение программы «Демография», в рамках которой идет строительство новых школ. Это очень важно. На меня партия возложила курирование нескольких объектов. В частности, это школа номер 7 города Кирово-Чапецка. Мы о ней с вами говорили. Она была успешно построена. Капитальный ремонт наконец-то свершился. Он был завершен 9 января. Я никогда не забуду эту дату. Счастливая дата. Открывали школу. Я там проводила урок. Почему для меня это важно? Потому что эту школу еще с момента выборов пришлось держать на контроле, потому что, к сожалению, к счастью, выделяется много денежных средств на строительство, капитальный ремонт новых школ. К сожалению, попадаются недобросовестные подрядчики. Поэтому это была ситуация в Кирово-Чапецке. Это была школа на Пролетарской, которая точно так же мне под кураторство попала. К счастью, и школу на Пролетарской тоже сдали. И с 1 сентября дети идут в школу. Тоже проблема была с подрядчиком. Со временем это удается решать. Конечно, хотелось бы, чтобы таких ситуаций не возникало вообще. В этом смысле должен быть черный список и реестр недобросовестных застройщиков, которые не будут подпущены к школам, потому что это вопрос здоровья, благополучия, жизни наших детей. Однозначное нет. Бывают такие ситуации. Но вот, к сожалению, я здесь не завидую Сану Валентиновичу, некоторые из них приходится решать в ручном режиме, что люди себя ведут не всегда порядочно, к сожалению. Взгляд федерального центра в связи с этим изменится? Я надеюсь, что нет. Как-то не знаю, прикрыть, может быть, пояснить, объяснить. Грудью прикрывать буду в любом случае. В любом случае буду объяснять федеральным коллегам, потому что мы, во-первых, то, что Соколов получил еще такое наследие до его губернаторского срока, ему тяжело, это понятно. И наказывать наших детей за ошибки взрослых нельзя. Поэтому буду поддерживать Кировскую область, чтобы мы получили необходимое нам выделение денежных средств. Есть несколько вопросов, пришедших к нам от наших подписчиков и слушателей. Если позволите, да, я попытаюсь, по крайней мере, несколько озвучить. Тут есть такие ситуации, когда в одном вопросе скрываются несколько вопросов. Я бы сказал, наверное, из разряда нескольких таких философских. Вот Константина, Мария, каково ваше мнение? Среди множества актуальных проблем существует ли главная, верхнеуровневая проблема? То есть вот зла много, а в чем зло главное заключается? Видимо, так можно перефразировать. Далее там Константин продолжает. Может быть, это демография? Может быть, это люди? Для меня, да, да. Вы знаете, вы удивитесь, но мы живем в человеческом обществе, мы живем в социуме. Из тех проблем, которые из глобальных я бы приземлила в локальные, а потом подняла бы снова в глобальные, это проблема кадров. И вы тоже активно ее обсуждаете в своих поездках? Я являюсь сторонником необходимости введения системы, возвращения системы распределения кадров. Вне сомнений, после вуза, я имею в виду бюджетников, студентов, вне сомнений, эта система нуждается в настройке. У нас не госплан, поэтому просто сказать, давайте сделаем так же, как это было в Советском Союзе, так не получится, потому что у нас сейчас существует рыночная экономика, это другие алгоритмы, но я полагаю, что прорабатывать эту систему нужно, чем я и занимаюсь, потому что есть сферы, в частности, как минимум бюджетная сфера, это учителя, это врачи, это работники культурно-досуговых центров на селе, которые нужны кадры. Отработал студент, допустим, который отучился в бюджетной сфере, все, пожалуйста, свободен. Здесь еще один важный момент. Те ребята, которые по системе распределения прошли положенную отработку, я считаю, было бы правильно, чтобы они получали какие-то преференции при трудоустройстве на хорошей должности. Вот, знаете, по аналогии с военнослужащими. Как вот отслужил, получил какую-то преференцию. Кстати, эта идея мне очень правильно подсказала молодежь Самарской области. Я была на ИВЛ, на молодежном форуме Приволжско-федерального округа, и вот там как раз это от самой молодежи была инициатива. Они сказали, давайте, мы были бы не против, если бы и государство со своей стороны не только метод кнута использовало, но и пряника. И вот мы сейчас подаем резюме на хорошей должности, нам говорят, вот опыта нет, там еще что-то. А так у человека уже будет опыт, и то, что он именно по государственной программе, по системе распределения отработал, он мог бы получить в связи с этим преференцию по отношению к другим. То есть энное количество лет по распределению выпускник вуза где-то потрудился, да, в школе, в больнице, где-то еще, потом он будет иметь льготы им при поступлении, как вы говорили, тоже читал и смотрел, в какую-то государственную, в том числе, структуру. Почему нет? Нет? Более того, да, почему нет, потому что существует... Тоже мне здесь начали задавать вопросы, говорят, Мария, ну как же, ведь не везде есть госкорпорации, друзья мои, но тоже РЖД, например. Можно, слушайте, практически везде. А сфера не потеряет классного специалиста? Не потеряет. Проработал человек, ты молодой человек-девушка, да? Нет, не потеряет, но ты работай по профилю, ты работай по профилю. Работай по профилю. Нет, никаких... Слушайте, вот здесь, понимаете, нет универсальной таблетки и волшебного лекарства. Но проблему кадров решать надо. Поэтому вот это один из вариантов. Как говорится, отвергай, предлагай. Те, кто со мной не согласен, вопросов нет. Предложите свой вариант. Я готова. Мне нужно написать в мои социальные сети, ВКонтакте, личные сообщения читать только я, отвечая на комментарии только я, публикую только я, поэтому, пожалуйста, напишите свои идеи. Я открыта, я идеи отсюда беру. Они у меня там ниоткуда из космоса приходят. Так вот, например, в Кирове, когда была инициатива от кировских, собственно говоря, родителей, было беспокойство по поводу этой игрушки Хаги-Ваги, да, вот чудовище-монстр, который из американской компьютерной игры, напомню, вырос, где у ребенка есть задача убить игрушку, или игрушка убьет его. Ну, это ужас. Я очень долго боролась за то, чтобы у нас ограничили в продаже это безумие ужасное. В итоге Роскачество вышло с заключением, что игрушка токсична, и поэтому ее убрали из продажи. Но я считаю, это частичные победы. То есть сам материал, да? Сам материал. Он не соответствует норму. Но я считаю, это частичные победы, потому что у нас сегодня в законе есть психолого-педагогическая экспертиза игрушек. Де-факто она не работает. Это значит, что то, что он попадает на рынок... То есть смысл в том, как она влияет на психику, да? Конечно. На ребенка, на его вообще восприятие мира, на его формирование ценностей. Вне сомнений. Потому что вот сейчас у меня там, может быть, вы наблюдаете, идет большая разборка в телеграм-канале о том, что Мария Бутина пытается запретить куклу Барби, да? Нет. Я против того, чтобы, а, у нас на рынке появлялись игрушки, противоречащие федеральному закону о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. То есть это должно быть едино везде. Не в никаких трансгендерных Барби. Пожалуйста. Все, убрали. Это противоречит федеральному закону. За этим нужно наблюдать. Безусловно, для этого нужна экспертиза. Раз. Значит, следующий момент. В наши государственные учреждения, детские садики, давайте дети будут нашими игрушками играть. Вот это будет правильно и с точки зрения поддержки отечественного производителя, и с точки зрения развития, ментального развития наших детей. То есть наш и местный производитель, и вот некие образы игрушек, которые традиционно для нашей страны такие приемлемые. Ну, почему, ну, задумайтесь. То есть государство будет закупать игрушки иностранные. Ну, то есть, ну, это абсурд. При том, что есть свои. И тут же меня обвинили, сказали, ага, вы опять лоббируете свою Кировскую область. Да, я опять лоббирую свою Кировскую область. А тут можно с гордостью, по-моему, заявить, да? Я тоже посчитала, что это прекрасно. Но, видимо, там был заказ от этих западных компаний, в частности, от производителя Барби, компании Мотель. Они просто заполонили самые такие популярные телеграм-каналы, значит, тем, что я там демон и так далее. А я подумала, если меня так ненавидят, что-то хорошее делаю, а? Ну, я читал, вы признавались, что вы в детстве тоже о Барби-то мечтали, да? Абсолютно. Я правильно вас понял? Я вообще не против Барби. Здесь есть следующая проблема, понимаете? К сожалению, Барби уже не та. Ну, вот я, например, не хотела бы, чтобы мой ребенок играл в трансгендерную игрушку. Тем более, что вот этот фильм, который сейчас вышел, мой коллега от «Новых людей» до «Ванков» написал просьбу Мишустину, чтобы популяризовать вот этот фильм Барби в наши кинотеатры, то есть разрешить в наших кинотеатрах. Слушайте, там доктора Барби играет транс. И он говорит, прям цитатой сегодня в Телеграм-канале публиковала, я, значит, это делаю, чтобы вовлечь как можно больше мальчиков и девочек, чтобы их научить. Нет, спасибо. Вот оставьте, пожалуйста. Чтобы перешли на мою сторону. Не надо. Оставим это. А вот эти моменты, кто-то, может быть, скажет, что они для Кировской области непосредственной важности имеют, товарищи. Здоровье психологическое, в том числе каждого нашего ребенка, имеет для нас очень большую и важную значимость, потому что иначе завтра кадров просто не будет. И говорить нам о том, куда их распределять, будет невозможно, потому что некого будет распределять. Я напомню, что мы общаемся с депутатом Государственной думы от Кировской области, Марией Бутиной. У нас подошло время небольшой рекламной паузы. Полторы минуты она продлится. Напоминаю, что Мария может ответить на ваш вопрос. Ссылка на то, чтобы задать вопрос, есть в Телеграм-канале нашей радиостанции. Пожалуйста, заходите. Ну, а теперь небольшая реклама. Отчет. Отчет депутата. Гостья нашей студии депутат Государственной думы от Кировской области Мария Бутина. Мы продолжаем наше общение. 17 часов и 31 минута в Кирове. Еще немножко вдогонку хотелось бы задать вопрос. Мария, какие дальнейшие шаги сейчас по внедрению этой психолого-педагогической экспертизы, детских игрушек, товаров? Вы намерены добиваться все-таки, да? Если я что-то берусь делать, я это делаю. Такая система организации. Да, вот с Татьяной Буцкой, моей коллегой, мы сейчас работаем, недавно была, собирали и Роскачество, Росстандарты, Минобор, Минпрос, значит, было совещание в Государственной думе на базе моей коллеги, и как раз обсуждался вопрос, аспекты, да, что нужно. Я понимаю, что она дорогая. Я понимаю, что сейчас нет стандартов. Ну, так нам надо стандарты разрабатывать. И я, и Буцкая, мы абсолютно полностью уверены, что это из закона убирать нельзя. Если это не работает, значит, надо сделать так, чтобы это работало. Поэтому, ну, вот сейчас у меня есть время, как говорится, отпуска, который не отпуск. Я посижу, проработаю этот вопрос, да, что-то предложу. У меня там есть еще десяток законодательных разных инициатив, но эту я считаю приоритетной, потому что это важный момент. О форуме, о молодежном форуме Иволга мы немножко заговорили. Хотелось бы продолжить. Форум недавно завершился в Самарской области. Много активных, позитивных ребят со всей страны там собралось. И наша кировская делегация была, и вы с ней тоже встречались, и массу интересных инициатив услышали, да? Ну, как я могла. Давайте на основные обратим внимание. Как я могла не встретиться с кировской делегацией, если я ради этого туда ехала. У меня была очень-очень насыщенная там рабочая программа. Более того, мой спектакль по книге «Тюремный дневник» режиссер-постановщик Роман Залиев, это театр на Бутырке в Син-России. Как раз вот было интереснейшее. Значит, и показ был, и там четыре у меня рабочих сессии было. Но кировской делегации я прям специально зашла на часок, послушала, какие проекты есть. Ребят привезли много, больше 50 проектов. Из них дошло до финала и выиграли в итоге два проекта. Два проекта дают. Считаю, шикарные проекты. Первый – это проект по безопасности на железнодорожном полотне, как себя вести. Архиактуальный проект для Кировской области. Через Кировскую область проходит транссепь. Мы активны в этом отношении регион. И люди, к сожалению, не знают о том, как себя вести безопасно. Поэтому вот этот проект очень правильный. Второй проект – это массовый спорт по прививанию культур здорового образа жизни в массовом сегменте. Я каждое утро бегаю 10 километров уже очень-очень много лет. И полагаю, что это очень важно. То есть не надо бегать 10 километров каждое утро. Побойтесь Бога. Это только, наверное, сумасшедшие делают. Но я чуть-чуть. Поэтому здесь я очень рекомендую найти для себя. Почему я бегаю? Потому что я просто люблю вот это состояние определенной медитации. Я книги слушаю, пока я бегаю. То есть это моя зарядка на день, в том числе ума. У каждого это своё. Но элемент движения – это жизнь. Поверьте моей бабушке Марии Григорьевне, которой сейчас 89 лет. И которая, несмотря ни на что, выходит с палочкой, гуляет тихонечко. И слава тебе, Господи, в здравом уме, памяти и всему прочему. Она тоже учитель, как и я, учитель географии. Поэтому дай ей Бог здоровья. Но движение – это жизнь. Она меня научила ещё, пока я маленькая была. Мама у меня потом. Каждое утро, сколько я помню себя ребёнком, всё равно она у нас там завтрак готовит, умничка. Прямо когда к школе собирала двух дочек, меня и мою сестру. Но это всегда утром зарядка. Мама точно. Ирина Владимировна. И вот сейчас она вышла на пенсию, и всё равно у неё есть спорт, бассейн и ещё что-то. Поэтому массовый спорт – история правильная. Но один из проектов, который, к сожалению, не получил поддержку – это Мутнинский паритехнический техникум, где я была вчера. Я обещала приехать, я приехала. Они сделали стеллу, поддержку героям, которые отдали свою жизнь, защищая нашу родину в специальной военной операции. И я продолжу добиваться, чтобы этот проект всё-таки был одобрен. Если не Иволга, то получил другие финансовые средства. Почему они не дотянули? Ну, видите, они… Какие-то формальные вопросы? Нет, они не объясняют там, в чём мотивация. Ну, выбрали какие-то другие проекты. Не знаю. Но суть не в этом. Умный в гору не пойдёт, умный в гору обойдёт. Я привыкла добиваться своих целей. Тем более, что заехав в техникум, убедилась, что у них как раз есть конкурс при зачислении. Они прекрасно работают с металлургическим, амутнинским предприятием, за что им честь и хвала. Там есть моменты с ремонтом актового зала. Не критично, но с учётом того, как они сами всё тянут и как пользуются спросом их учебное заведение, буду добиваться того, чтобы у них всё-таки был проведён необходимый ремонт. Поэтому это по итогам и Волги. Ну, и могу вам небольшой спойлер сделать. Я люблю это делать здесь, в Инмедиа. Мы сейчас работаем над возможностью нового спектакля по моей второй книге, над которой я работаю сейчас. Поскольку есть некий творческий посыл. Когда вы успеваете ещё над второй-то книгой трудиться. Покой нам только снится. Опять же, с Романом Залиевым есть такая задумка. И я думаю, что первая такая постановка появится в Кирове. Мы сейчас ведём переговоры. И, вероятнее всего, это будет наш драматический театр. Это я вам такой маленький спойлер даю. А по срокам? Если ещё и эту сторону приятность. Я так уже дала маленький спойлер. А вы не насыщенный какой. Да, остаётся только ждать. А вы знаете, как говорят? Жадность фраера с Губина. Я такие слова тоже знаю. Хорошо, буду скромнее впредь. Кстати, такой общий вопрос хотелось бы ещё задать. На ваш взгляд, вы знакомы с молодёжью из многих регионов страны? Вот наша кировская молодёжь, она чем выгодно отличается от ребят из других субъектов? Очень особенные. Ох, вдумчивые. Вот это, знаете, это суровый на первый взгляд, ребят, ребята, которые как рентген. Вот ты входишь в аудиторию, они сразу тебя как бы сканируют. Но если ты искренне, и они тебе поверят, они горы свернут. Иногда есть поверхностные, но не у нас. Вот здесь, ни здесь, ни в Кировской области. И люди такие же, они вырастают такими же. И очень ориентированы на регион. То есть вот это малая родина понятия здесь, в Кирове, как нигде, наверное. Это ребята, которые прям в доску свои, как говорится. И на них можно положиться. Кировчане очень-очень верные, очень талантливые. Знаете, в плане даже каких-то изобретательских вещей. Потому что один из тех проектов, который я бы очень хотела, чтобы был поддержан, но я снова свяжусь с девушкой, подумаю, что можно сделать. Она там изобрела специальный инструмент для того, чтобы, когда раскопки проводятся, в частности, в Котельниче, по этой линейке. Археологически, да? Специально, да, производят замеры. Запатентованные вещи. Я бы очень хотела, чтобы ее поддержали далее. В том числе в археологической экспедиции и с поисковиками можно было работать. Вот это затронуло мое сердце. То есть самородки абсолютно уникальные. А моменты, над которыми стоило бы поработать? Может быть, что-то порекомендуете? Смелее, ребят. Смелее, да? Смелее, напористее. Блин, такие скромные. Вот просто, правда. Значит, эти все, как это, особенно Татарстан, они прям как танк, значит, прут и все. А я их, как курица на сетку, подпихиваю. Говорю, ребят, давайте, давайте. Ведь не потому что глупые, наоборот. Потому что достойно умные. И вот это воспитание, не выпячивай себя, а подожди, пока о тебе хотя бы тихо скажут, как нас учили в детстве. Это старая школа, да? Это старая школа. Вот она здесь, в Кирове, присутствует. Поэтому, но опять же, здесь это комплексный вопрос. Я очень надеюсь, что сейчас вот, когда я внимательно слушала доклад Соколова о том, как развивается регион, заметила, что и молодежи... Доклад вы имеете об отчете о работе за предыдущий год правительства. Развивается регион, и общей смелости, конечно, прибавит и тот факт, что газификация, наконец-то, подписана газификация, уже начались работы. Один из перспективных будет районов Котельнич, Советск, Яранск, вот эта южная ветка. Слава богу, будем смелее, когда еще есть хорошая за спиной материальная база. Думаю, что это такой прям важный момент. Ну и плюс, все зависит от дорог, потому что молодежи, реализация их инфраструктуры. Здесь, вот как я уже упоминала, дорожный миллиард. Поэтому я вообще слушала внимательно отчет Соколова. Должен сказать, Александр Валентинович, в этом смысле вдохнул жизнь. Я езжу по районам, я вижу, как относятся к губернатору. Теперь это небо и земля. Мне приятно это слышать, приятно видеть, приятно видеть, что он включен. Поэтому, ну вот, сейчас 650-летие, и у меня большие надежды на такой качественный скачок для Кировской области. Там мы хоть в рейтингах стали нормальные места занимать, а то было-то совсем публиковать стыдно. Еще один вопрос, который беспокоит большое количество жителей Кировской области. Этого вопроса я ждал сегодня в течение нашего эфира. Елена, интересуется вашим мнением, не пора ли Кировской области по времени отличаться от Москвы? Ну, вот те же самые аргументы она использует, что ночи светлые, а вечером солнце уходит еще рановато. Ну, я напомню, что весной этого года губернатор Кировской области Александр Соколов усомнился, так скажем, в целесообразности проведения референдума на этот счет, потому что он изучил данные предыдущих опросов и понял, что количество выступающих за и против примерно одинаково. Если проводить референдум, то будет великая вероятность, что эта инициатива окажется в меньшинстве. Это в любом случае решать людям, и это нужно делать по согласованию с исполнительной властью. В частности, здесь основная звезда ориентирует и губернатор. Это не вопрос Государственной Думы. Поэтому я была бы рада помочь, но, к сожалению, не могу. То, что я вижу по ночным, так скажем, белые ночи в Кирове целое лето, это правда. Ну, что, ну, видите, для меня это не является проблемой. Знаете, почему? Но вам, наверное, удобно все-таки прилетая из столицы или улетая в столицу одно и то же время. Дело в том, что я абсолютно неизменный жаворонок. Я встаю в 3.40, всегда в 3.40, потому что я утром бегаю 10 километров. Значит, уже тут некогда бегать. Поэтому у меня дедушка мало спал. Я у него взяла привычку по утрам писать, вести дневники, откуда книга-то появилась, тюремный дневник. И утром у меня такая мыслительная деятельность очень активная. Поэтому для меня это не является проблемой, но для людей является. Поэтому, ну вот если, опять же, будет консенсус, я уверена, что губернатор услышит свой народ. И отреагирует, и внесет соответствующие изменения с разницей в час. Но проблема в том, что реально 50 на 50, потому что город говорит, нет, мы хотим жить по одному времени с Москвой, потому что это удобно. Это все-таки урбанизация такая пришла. А село говорит, нет, нам неудобно, это проблема не только для людей, но и для домашнего скота. А де-факто получается 50 на 50. Поэтому, вы знаете, это вот пусть сами кировчане примут решение, обратятся к губернатору, и он уже своей властной рукой даст заключение. Мария, у нас минуты буквально остается, чуть больше. Весенняя сессия в Госдуме завершена, на нас у осенняя сессия. Вот в течение минуты ваши основные задачи работы в ближайшее время в Госдуме. Все, что пожелает от меня Кировская область, я думаю, что сосредоточимся мы безусловно на поддержке участников специальной военной операции, как это было. Но и нельзя упускать экономическое развитие регионов наших. Поэтому те инициативы, которые я сейчас собираю, так скажем, с полей во время своего в кавычках отпуска, я, вне сомнений, уже представлю на будущую осеннюю сессию. И из самых важных вопросов, это вот формирование бюджета, я считала и считаю, что помимо того, что общежития вузов получили финансовую поддержку, я один из авторов поправок в бюджет, чтобы это было. 20 секунд уже у нас, да. И СУЗы, специальные учреждения, СПО должны, средне-специальные, тоже получить поддержку в своих общежитиях. Вот такая моя задачка. Ну что ж, выражаю надежду, что мы с вами осенью точно встретимся в нашей студии снова. Приложайте. Потому что лето-то уже завершается. Благодарю, Мария Бутина, депутат Государственной Думы от Кировской области. На этом программа «Отчет депутата» завершается. До свидания. Отчет депутата.